320 килограммов отходов. Примерно столько производит каждый житель Карелии за год. Среди обычного мусора встречаются и такие упаковки от молока или сока. В Петрозаводске их собирают и отвозят на переработку. Целый багажник так называемого тетропака. Упаковки, которая состоит из картона, полиэтилена, а некоторые еще из алюминия. Столько можно собрать всего с нескольких семей. Волонтерский проект под названием «Спасем тетропак» каждый месяц объявляет день, когда петрозаводчане могут принести такие упаковки в точки сбора, чтобы после этого с помощью компании-перевозчика привезти в пункт приема в Санкт-Петербурге. Оттуда они отправятся на переработку. Экоактивисты создали канал в Телеграме, где все желающие спасти тетропак могут выбрать ближайшее место, куда его можно принести. Сбор у всех происходит по-разному. Кто-то выходит из дома, собирает около своего подъезда, кто-то, кто изъявляет желание, например, на парковке у какого-то магазина, определяет там какой-то интервал временной 15-30 минут. Люди подходят, приносят. В предыдущий раз мы собрали 160 с небольшим. То есть, учитывая, что картонная коробочка весит очень мало, представьте, сколько это упаковок. К проекту присоединяются все больше организаций, в том числе детские сады. Я заметила, что дети пьют кефир, сок. Это все приносят в тетропаке. И большое количество отходов получается. Я это заметила, предложила нашему руководителю Тикко Ирине Клайовне собирать вместе с младшими воспитателями, разрезать, мыть. И я буду относить их на сдачу. Они согласились. И вот мы уже первый месяц в сентябрь собрали большой мешок, отнесли, сдали. Волонтер проекта «Спасем тетропак» Анастасия Валова уже давно сортирует мусор дома. Нашей съемочной группе она рассказала, как это делать тем, кто впервые решил заняться сортировкой отходов. Упаковку нужно обязательно промыть водой, отрезать крышки, где они есть, разрезать и готово. Наша задача сделать плоскую упаковку, то есть, развертку сделать. То есть, мы берем коробку и, соответственно, зарезаем прямо вот по сгибу. В каких-то коробках есть донышко, поэтому мы просто тут тоже идем по сгибу. Мы не отрезаем донышко, то есть, не надо его делать отдельной частью. Мы просто делаем так, чтобы коробка стала разверткой. Вот таким вот образом. Пока люди только учатся сдавать тетропак, еще встречаются неправильные варианты сбора. Например, для компактности нельзя отдельно отрезать дно или складывать все в неразрезанную упаковку. С помощью проекта получается спасти всего около 1000 килограммов тетропака, которые могли выкинуть на свалку. Как просветительский проект, да, и вот эта капля, она реально является большим вкладом. Но глобально, конечно, это очень мало, поэтому мы хотели бы, чтобы больше людей заинтересовалось, были заинтересованы в проекте, больше людей приходило к нам, и чтобы, в принципе, переработка тетропак появилась в Карелии. Если вы уже готовы сдать тетропак, то всю информацию можно узнать в группе проекта ВКонтакте. Наталья Ильина, Борис Касьянов, Дмитрий Усиченко, Служба новостей.